Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сегодня новый день и новая яхтенная боль. Я обнаружил, что когда мы включаем генератор, у нас малое количество воды проходит через теплообменник. Так, симптомы. Разлетелся импеллер, я поменял импеллер и ничего не происходит. Воды, он выключался все равно, но ура, water flow. Я начал смотреть, что случилось и скорее всего нам придется сегодня мыть heat exchanger. Но для этого я сейчас разберу генератор, посмотрим, как он выглядит изнутри. Будет немножко темный выпуск, потому что там все темно. И генератор расположен так, что туда не очень удобно добираться, но мы попробуем разобраться, что и как. Короче, вот генератор. Выглядит он вот так. Ничего не понятно. Короче, откручиваем, снимаем крышку. Это верхняя крышка. Мы ее сейчас вытаскиваем сюда и потом снимем просто заднюю стену. Ну что, теперь крышка, которая задняя. Обожаю это делать. Здесь же жарень стоит и нормальной вентиляции нету. Просто, бляха-муха, через 10 минут сидение в такой каюте просто вареный. А кондиционер не работает, потому что генератор мы, блин, чиним. Ну ладно, это мелочи все. Такс, и вот эти вот две штуки, которые тоже держат крышку, мы и откручиваем. Так, это вроде открутилось. И вот это. Такс, что у нас тут? Вот у нас хитэкшенджер. Вот так, что это понятно. Так, это сюда. Хитэкшенджер. Зараза горячий. Так, вот из него идет выхлоп, через который все говно сливается. Так, тут все чистенько. Так, забор воздуха. Вот. Так, это вот. Это все работает. Ремень нормально. Ну, короче, тут особенно ничего париться не нужно. А вот там вот, вот здесь вот эта помпа. Вот она там чуть ниже. И туда уже идет непосредственно забортная вода. Забортная вода попадает через вот этот шланг в фильтр. Потом отсюда она идет вниз. И оттуда берется уже и непосредственно помпой закачивается мотор. Значит так, смотрим. Это помпа. Вот забортная вода идет сюда и она идет кверху. Вот. А с нижней части помпы вот этот вот патрубок идет и одевается уже непосредственно на хитэкшенджер. То есть вот этот внутренний контур, внутрь попадает соленая вода, а по внешнему течет тасол. То есть тасол отдает всю горячую температуру воде. Ну и вода уже просто, которая горячая, смывает это все за борт. И я так понимаю, что хитэкшенджер у нас зарос, поэтому его нужно будет сейчас мыть кислотой. Так, вот этот патрубок. Его откручиваем. Тут все просто. Когда знаешь, какой... Короче, вот этот вот весь патрубок мы сейчас снимаем. Вот он горячий будет. Просто только что генератор работал немного. Так, вот это, собственно, вход хитэкшенджера. Сейчас я сюда одену шланг и буду заливать туда кислоту. Так, я решил поменять трубки, потому что мне надо было, чтобы трубка держалась и здесь была леечка. То есть вот так вот это все будет происходить. И очень важная задача, когда я это залью, нужно эту будет снять и закрыть на другую сторону нормальный патрубок от помпы. Ах, ну, это надо будет делать все сейчас очень быстро. Так, вот так вот. Ну, а теперь это все мы оставляем где-то минут на 20-30. Но вообще, вот так вот, как я это все сделал, делать совершенно нельзя. То есть, ну, в данном случае, my circus, my monkeys, как хочу, так и делаю. Но вообще, нужно снять полностью хитэкшенджер, отволочь его куда-нибудь и где ему сделают полное ТО. Но залить кислотой, согласитесь, намного проще. Ну, единственное, что нужно, чтобы вы четко понимали, что вы делаете и насколько аккуратно вы можете при этом сделать, чтобы не разлить ни одной капельки кислоты, потому что будет, мягко говоря, нехорошо. Ну, что ж, запускаемся и смотрим. Теперь идем смотреть на то, идет ли вода или не идет снаружи. Генератор работает, не тухнет. Смотрим. Ни хера, блядь. Видите, не плюется, а должно плеваться сильно. Так, сейчас я повторяю процедуру с кислоточкой, еще раз туда залью и оставлю ее там чуть подольше, потому что мне нужно сделать так, чтобы вода забиралась много и ее отдавалось тоже много. Ну, пока этого не получается. С генератором можно с двух мест запускать. Одно это, одно другое. Так, ну что, поехали. Идем посмотрим, течет ли из выхлопа вода нормально. Нифига не течет. Ну, хоть хит-эксченджер помыл. Ладно. Значит, этот вариант утопический. Берем другой. Проверить надо будет сейчас подвод воды. Может быть, он ее не не сливает, а недонабирает. Пробуем. Так, вот фильтр. Сейчас я с него сниму эти все патрубки. Как же здесь, зараза, жарко, а? Просто мрачилово какое-то. Гадость. Уф. Так, это патрубок входа. Вот этот выход. Это, грубо говоря, фильтр. Но здесь я знаю, что чисто. Ну, это же у нас для пробы. Я не думаю, что что-то страшное произойдет. Короче, он завоевал. Так, а теперь вот этот я снял. Это идет уже в генератор. А впуск входной я сейчас сниму и их соберу вместе. И попробуем исключить вот этот фильтр. Может быть, он где-то из-под крышки подтаскивает воздух. И получается меньше напор. Будем пробовать. Сейчас я его подключу без него. Ну, просто исключая вот так частями, будем делать диагностику. Вот две трубки есть. Это специальный такой разъем, который один в другой заходит. И все. И будет собай-собай. Вот. Все. Один в другой. Запускаем, проверяем. Он может сейчас заглохнуть типа No Raw Water Flow. Ну, это мы сейчас посмотрим. Так, воду он подтянул. Есть шанс, что не заглохнет. Нету, нету, нету выхлопа воды. Шайза, блин. Неужели выхлоп засран? Тоже не то. Черт. Ну, значит, надо собрать это все обратно. И заниматься, скорее всего, выхлопом. Или снимать heat exchanger и проверять именно, конкретно снимать. Блин. Короче, вот я снял помпу. Вот она идет. То есть вот это идет подача воды. В помпе стоит импеллер. И вот он подает ее вот сюда. Это и есть, собственно, сам heat exchanger. Здесь находится соленая вода. А вот уже в самом вот этом бачке, который сверху, там находится тассол. То есть вот это. Это тассол, это соленая вода. Тассол передает тут всю температуру соленой воде. И соленая вода уходит за борт. Вот. То есть может быть heat exchanger непосредственно. Вот эту штуку надо снять. Ну, сейчас разбираемся, пока думаю. Короче, едем дальше. У нас, я вам уже показывал, с той стороны из heat exchanger идет out. То есть вода, которая... Вот этот патрубок, вот там heat exchanger. Вот идет сам патрубок. И эта вода выхлопная идет вот сюда, вот в трубку. И потом по ней смешивается в выхлопном коллекторе. И идет как бы наружу. Вот. Сейчас я хочу проверить, есть ли вообще течь воды на выпускном тракте. То есть я сейчас возьму вот эту штуку, запихну ее в бутылку с водой, запущу генератор и мы посмотрим. То есть вот, собственно, оно так все получилось. Ну что, запускаемся. Сделать нужно вот эту вот штуку закрыть. Потому что там идут выхлопные газы. И здесь будет все очень неприятно пахнуть. Ну что ж. Вы видели. Течет отлично. Отлично. То есть... То есть... То есть что? То есть все. Черт. Короче, зато heat exchanger работает. Вот. Эту всю систему сейчас собираем полностью обратно. То есть это все внутрь и закручиваем. Так. Ну вот оно. Все собрано. Красиво. Кофе-брейк, потому что я не знаю, что дальше. Наверное, надо выхлоп проверять. Вот это вот тракт. Может там все заросло, но я не знаю, как это делать. Может быть здесь надо разобрать. Может здесь надо разобрать. Но в любом случае это где-то уже здесь. Потому что из heat exchanger оно все выходит наружу. А вот дальше куда-то не туда идет. Вот я снял выхлопную трубу. Вот видно, какая она внутри. Чистенькая, красивенькая. А вот... Извините. Был напуган. Так. Наверное, ничего не будет видно. Пробую с фонариком. Вот это вот можно взять за сервисить и помыть из там, что видно, конечно. Короче, наверное, я его сейчас откручу и просто почищу. Ну, там, как раз уже разобрал, так why not. Так. Вот откручен один, вот откручен второй. Видите, сколько мусора там сыпется. Так. И вот где-то здесь сейчас будет третий. Это вот кусок выхлопной трубы. Ну, не фатально. Ну, вот, собственно, сама выхлопная труба. Вот там вот она такая скарбонировалась. Ну, вы видите, что, в принципе, основной-то ток свободен. А вот сюда идет вода. Ну, и вот эти дюзы, это для воды. Они, в принципе, чистые. Ну, ничего фатального нет. То есть, оно в теории все должно работать. Просто почему-то в данный момент оно для хомуха не работает. Может, в маффлере застряло. Ну, что, эту штуку я помыл. Теперь нужно взять... Вот она, кстати. Вот такая вот получилась. Ну, более-менее. И сейчас я ее соберу обратно и буду дальше думать, что ж, блин, с этим всем дальше делать. Вот так вот сейчас она туда встанет, и я ее собираю. Все, эти закручены. Ну, теперь надеваем. Короче, еще чуть-чуть. Все. Теперь вот эту вот штуку скручиваем. И выхлоп у нас одет. Так, это есть. Теперь. Это, наверное, датчик температуры выхлопа. Ну, во всяком случае, он так выглядит. Он либо разрывает цепь, либо замыкает при нагреве. Ну, оба варианта могут быть. Так, ну и подача воздуха. Это тоже нужно сюда взять и закручивать. И закручивать. Нет, так, здесь надо будет взять тряпочку. Все аккуратненько вытереть. Ну, теперь остается дальше. Смотрим. Если у нас... А, вот еще. То есть, если у нас вода льется сюда хорошо, в выхлоп. Сейчас закручу. И дальше она не льется. Значит, она не льется после выхлопа. А до этого момента она сюда выливается и здесь смешивается. Значит, здесь проблемы нет. Значит, нужно смотреть дальше мафлер и water lock, и все. Экзост. Вот такие вот мероприятия вызывают у меня просто гнев и ненависть. Когда вот вроде какая-то фигня, но не течет вода. Ну, что обычно? Импеллер. Ну, и фиг с ним. Импеллер поменял себе и все. И опять течет. Нет. Но я думаю, что в данном случае получилась проблема, что у нас вылетел импеллер, потому что была проблема с подачей воды. Вот с вот этой вот банкой. Я ее намазал вазелином по кругу. Просто для того, чтобы убрать воздух. И я думаю, что она просто подсасывала воздух, из-за этого вылетел импеллер. Может быть, из-за того, что импеллер крутился там под давлением и тоже мог развалиться. Потому что где-то на выходе что-то его подпирает. И вряд ли у нас полный выхлоп налился бы воды вот сюда, вот до самого верха. Это невозможно. Его бы выдавило просто и все. Блин. Ну что, надо идти дальше мафлер. А далее, как в этой сказке про красную шапочку, там, где волк ей говорит, куда тебя поцеловать, куда тебя другие не целовали. Она говорит, в корзинку что ли. Так вот, лезем туда, куда я еще не лазил. Короче, есть вот такая дверца. Шайзе, мафлер. Куда-то только что упала отвертка. Да так повезло. Черт. Что с этим делать, блин? Как сказал мой друг, снимай мафлер, будь аккуратен, потому что в мафлере дерьмо. Но я склонен ему верить. Короче, оно как-то здесь держится легко. Просто нужно снять выпускную трубу. Это выхлопная на вход. А вот там вот выход. Но это же этот мафлер, silent мафлер. То есть, штука, которая звук убирает. Но в нее собирается всякое говно слива и, наверное, тухнет. Короче, главное его здесь не расплескать. Но снять, я думаю, большой проблемой не составит. Потому что штука такая, она держится нормально. Так. Это мы снимем. Это мы отцепим. Ну все. Держитесь. Так. У нижнего может получиться и так снять. Да. Получится. Может и нет. Короче, это все не важно. Ну, вроде готов. Бля. Весь в дерьме. Ха. Ну, как-то его надо вытащить отсюда, только аккуратно. Ладно, закрываем. Вот так и попытаемся вынуть его под углом. Вышло. Фух. Ну, теперь наружу и разбираем. Черт. Все. Такое говно. Блядь. Твою мать. Оно, блядь, льется со всех дырок, все в говне уже. Я больше не могу это держать в себе. Ваше здоровье. Просто эта штука, она настолько, блин, грязная, что мои нервы просто сдали. Короче, так, теперь хотя бы есть какая-то мотивация. Я этого раньше никогда не делал, поэтому мы с вами это все разбираем в первый раз. Я думаю, вам так же интересно, как и мне, что там внутри. Я думаю, там просто сажа, которую нужно будет взять тряпку и помыть. но может быть что-то там и забито серьезнее. Я не знаю. Не, ну это не серьезно. Это просто, блин, да не, ну это херня. Это ни на что не влияет уж точно, бля. На шару разобрал говняную, блин, кастрюлю. Мафлер нова-нова. Короче, сейчас этот мафлер будет установлен скорее всего нормально на место. Ну, наверное. Теперь важно не перепутать, какой стороной его ставить. тут написано out, поэтому все понятно. это, соответственно, in, да, in, out. Всяком случае, говна в нем нет, плохо он больше не пахнет. Толезь уже, бля. Такс, непонятно, что здесь делать. Короче, две вот этих вот штуки мы надеваем просто на трубу и потом трубы собираем. Такс, вот, все. Эти закрутил, эти закрутил. хомуты сейчас не буду заниматься, надо все проверить, чтобы все правильно работало. проверяем. Здесь все хомуты на месте. Хомуты на месте. Такс, 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 такс. Идем на другую сторону проверять помп. Такс, это есть, это есть. Так, эта штука натянута, здесь все стоит, там все стоит. Ну, что ж, запускаемся. итак, смотрим, что у нас и чего у нас. Так, ничего отсюда нигде не течет. выхлоп идет. Идем внутрь и проверяем, ничего ли там не срет, не воняет, не летит ли вода. Тут все окей, тоже работает. Ну, пусть пока поработает немножко. посмотрим. сделаем сейчас тест, закроем большой вентиль и посмотрим. Делаем тест, вот есть такой один у меня сикок. Все, я его закрыл. Это тот сикок, который делает слив. Сейчас мы посмотрим, получается ли слив. Шай за шланги, все работает. Либо так, либо в дно. Ну что, друзья, вот мы и разобрались. Либо мы плюемся за борт, либо под лодку для достижения эффекта. И что вы думаете, генератор работает? Нет, не работает. Новый день и сегодня мы будем продолжать заниматься сервисом джен-сета. Короче, история какая. запускаешь, все прекрасно работает, но начинает работать билдж-памп. И работает очень часто, то есть, что-то сливается в поддон, что-то сливается в билдж. Короче, вот этот сайлент маффлер, вот эта вот банка, которая вонючая, которую я вчера снимал, из нее во все стороны летит вода. На входе и на выходе. Поэтому я ее сейчас сниму, разберу и буду пытаться опять ее собирать. Но, возможно, нужно будет просто правильно прикрутить экзост к трубу. Ну, вот давайте этим и будем сейчас с вами заниматься. Короче, летит отсюда точно. Отсюда точно. Вот тут вообще он видно, откуда льется. Надо проверить, чтобы не лилось вот отсюда. То есть, это нужно будет сейчас снять, разобрать и еще раз все правильно затянуть. Здесь вроде все нормально изолировано. короче, на радость всем. Поехали. Ну, и все. Теперь эту штуку отсюда аккуратненько достаем. Естественно, разливая все опять на своем пути. Блин. Вот оно. Вот оно. Так, ну что, еще раз. эту штуку надо будет перекрутить нормально. Наверное, здесь чем-то намазать и одеть. И вот эту также. Так, вот я чуть-чуть подоптянул вот эти вот части и сейчас буду ставить на место. Ну, место вы уже видели, где здесь. Все понятно. Так, вот сюда, наверное, внутрь я тоже намажу вот такой вот штукой. это вазелин. Просто для того, чтобы сам шланг был мягче и его потом получилось нормально обтянуть. Ну, посмотрим, потому что как раз вот из-под шланга все это и вылетало и вот сейчас надо будет это все именно в точке крепления шлангов побеспокоиться о хорошем контакте. Все, это я обтянул. Я обтянул так достаточно сильно. Вот вы видите, как оно тут прямо залезло внутрь резинки. Ну, посмотрим, посмотрим, как оно будет держаться. Но я постарался сделать сильно. Теперь нужно будет сделать тоже только с вот этой вот частью. Так, ну что, тут тоже вот видно, я их так плотненько обтянул. Я думаю, что сейчас будет нормально. Так, тут нормально. Две есть, две есть. Ну что, переходим к боевым испытаниям. проверка снаружи. Так, тут вода не прыжит, потому что здесь так все и положено. Ну, на всякий случай посмотрел. Оставляем на какое-то время, проверяем, как оно работает. Вот он начал работать и выключился. Идемте смотреть код ошибки. Так, вот оно мигает. Вот считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, код ошибки 58. Открываем мануал и смотрим, что такое 58. Так, код один, два, три. Сервис чек. Идем дальше. Так, вот, 58. High Exhaust Temperature. Exhaust Temperature. Роксидение. Так, короче, слишком высокая температура выхлопа. Такое может быть просто еще из-за того, что не налилось много воды в этот, в банку. Может быть. Короче, надо читать мануал. Теперь давайте посмотрим причины. Что может быть? Replace, Reconnected, а не Disconnected. Провода проверить. Так, проверка течения воды это мы сделали. Мафлер проверили. Может быть контакты. Так, Disconnected контакты. Короче, воду проверили. Идем проверять контакты. Вот это контактная группа контакты температуру выхлопа. проверяем. О, отломалась. Скручиваем датчик, чиним, ставим обратно. Странная гайка на 9. У меня даже ключа на 9 нет. У меня 7, 8, а вот на 9 нет. Ну, это такое дело. Оно там по чуть-чуть откручивается, но надо это сделать аккуратно. короче, здесь вот эта вот штучка, видно, не очень хорошо держалась. Сейчас я ее обратно присобачу. Так, что я сделал? Вот видите, здесь пайка. Я просто отдел на этот пин, прогрел и залил припоем. И чтобы эта штука держалась крепко, я ее залил эпоксидной смолой. Там высокой температуры нету, я надеюсь, даже если есть ничего страшного, как в этом месте, где керамика будет нормально держаться. А развалится? Такий фиг с ней. Короче, теперь эта штука застывает, буду ставить на место, проверять, надеюсь, там контакт все-таки есть. Вот сюда она будет одета. короче, так вот сюда вставляется, ну и прикручиваю, соответственно, с той стороны. Все, прикручено. Теперь берем и очень аккуратно, так как мы уже этот прикол знаем, надеваем вот эти два контакта и накрываем резиночкой. Ну что, запускаем, тестируем опять. А теперь ждем. А теперь собираем все крышечки на место. КОНЕЦ Ну вот, друзья, мы починили еще генератор, потратили целый полный день на поиск проблемы, которая в итоге оказалась очень простой. Вода в генераторе сливается через нижний секок для того, чтобы сделать работу генератора более тихой. Если вы хотите, можно секок открыть и сливать его через обычный экзост. Поэтому те, у кого есть такая лодка или те, кто делает ТО генератору ОНОН 6,5 кВт, знайте, что есть такая возможность в Waterlock сделать работу бесшумной. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки и мы с вами будем пытаться и делать всякие крутые штуки, которые обычно делают высокоспециализированные специалисты. Я шучу. На самом деле, каждый может делать это. Просто нужно захотеть и не лениться. До встречи. Пока.